Здравия вам всем желаю! С вами Семен Ключевский, программа обзор позавчерашней прессы. И как всегда отправляемся в путешествие по газетным подшивкам. Новое время, 1903 год. Американские жестокости по отношению к неграм. Вооруженное сопротивление негров не позволяет далее замалчивать вопросы о них в Соединенных Штатах. К расовому ожесточению присоединилась религиозная. Белые протестантские проповедники приглашают линчевать негров. Черные же протестантские проповедники взывают к сопротивлению. Правительство штата Алабама сочло нужным восстановить спокойствие оказанием справедливости неграм и отменило незаконно введенное рабство. Землевладельцы и полицейские судьи арестованы и обвиняются в насилиях над неграми, а особенно в забивании их до смерти. Правительственные круги Вашингтона одобряют поведение Алабамы и надеются на восстановление порядка без федерального вмешательства. В другие южные штаты уже посланы федеральные войска с приказом стрелять в сопротивляющихся белых и черных безразлично. Русское слово 1906 год. Театр и сад Эрмитаж. Дирекция Щукина. Сегодня первый день 12-летия открытия сада. Большое экстраординарное гуляние по новой программе. Дебюты новых артистов, роскошная электрическая иллюминация всего сада, небывалый фейерверк. Привет 12-летию! В закрытом театре веселый жанр Сабурова. Дама от Максима и герцогиня Кривет. Нет сноса резиновым подошвам. Отвечаем за доброкачественность только товара с нашей маркой. Казахстанская правда 1936 год. Всенародное обсуждение проекта Конституции СССР. Наши дополнения. У подножья гор в пышных садах раскинулись бригады нашего многонационального колхоза из Мухан. Дружной семьей живут у нас казахи, русские, дунгане, украинцы, татары и узбеки. После обсуждения в бригадах проекта Сталинской Конституции эта дружба стала еще крепче. По общему желанию колхозниц нашего колхоза мы хотим внести в проект несколько замечаний и добавлений. В главу основные права и обязанности гражданина вносим дополнение. Почетный долг гражданина укреплять семью, заботиться о детях, воспитывать здоровое, всесторонне развитое, подрастающее молодое поколение. Кто подрывает основы семьи, разрушает ее, уклоняется от воспитания своих детей, карается по закону. Подписались одни женщины, Исраилова, Малмакова, Халимова. За рубежом 1967 год. Цены на землю в Японии примерно раз в 10 выше, чем в любой другой стране мира. Так, в Токио не найдешь участка дешевле и 50 тысяч йен за одно цубо. Для справки, 100 йен – это 2,5 рубля. А цубо – это 3,3 квадратных метра. На участке, занятом зданием Санай Билдинг, что находится на главной улице города Гинзе, одно цубо оценивается в 4,320 тысяч йен. Для сравнения, в жилых районах Лондона земля стоит в среднем 15 тысяч йен за цубо. А у нас сейчас одно цубо стоит 15 тысяч долларов, что в сто раз дороже, чем тогда в Лондоне. Здравия вам всем желаю!